Турция Турция не готова менять антитеррористические законы. Об этом сказал премьер-министр Турции во время визита к председателю Европарламента. Реформирование закона в этой сфере – одно из условий Брюсселя для отмены виз для турецких граждан. Мы еще раз ясно сказали господину Шульцу, что Европейский Союз не может изменять наши антитеррористические законы в свете текущей ситуации. Для нас это вопрос жизни и смерти. Тем временем, по словам Мартина Шульца, наблюдается прогресс в выполнении всех пунктов соглашения между ЕС и Турцией, призванного сократить поток мигрантов в Европу. Однако Анкара пока не выполнила всех условий. Я могу сказать, что мы в основном договорились по вопросу финансовых условий соглашения по беженцам. Но, конечно, у нас есть некоторые разногласия. Одно из них – послабление визового режима. Я сказал премьер-министру, что отменить визы можно будет только после выполнения всех условий, включая изменения антитеррористических законов. Турецкие чиновники неоднократно заявляли, что Анкара может прекратить оказывать помощь в сокращении потока мигрантов, если Европа не предоставит Турции безвизовый режим к октябрю, как это было указано в соглашении. Анкара и Брюссель заключили договор в этом году. Согласно нему, Турция будет принимать обратно всех мигрантов, которые прибывают к европейским берегам с ее территории. В обмен ЕС обещал принимать мигрантов напрямую из третских лагерей, а также предоставить Анкаре финансовую помощь и отмену виз. Переговоры о послаблении визового режима продвигаются очень медленно, поскольку стороны не могут решить ключевые противоречия. Ранее Европа выдвинула Анкаре 72 условия, которые та должна выполнить для получения безвизового режима. Анкаре 72 условия У начальной школы имени Бернара Палеси в пригороде Парижа родители провожают детей у входа в здание. Согласно новым правилам, в учебное заведение могут заходить только дети и учителя. Кроме того, территорию школы постоянно патрулируют полицейские. Новые меры также включат установку односторонних зеркал на входах в школы. «После разговора этим утром с директором школы я понял, что все очень переживают. Политики внедряют меры безопасности неравномерно. Многое лежит на плечах мэров коммун». Новые меры также включат установку односторонних зеркал на входах в школы. «У них также будет больше оборудования, включая свистки, рации и переговорные устройства». «Изменение заключается в том, что мы, к сожалению, больше не имеем доступа в школу. Но я говорю себе, что это очень хорошо, поскольку неизвестные люди не смогут попасть внутрь, никогда не зная, что может произойти. Безопасность – это очень важно, особенно безопасность детей». Преподаватели и школьники также примут участие в учениях. Их обучат, как вести себя в случае проникновения в школу террористов. Детям покажут пути побега, а также расскажут, как прятаться и сохранять молчание. Евросоюз готов выделить Украине микрокредит. Его размер – 600 миллионов евро. Но средства перечислят только после того, как наша страна примет законы для реформы энергетической сферы. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Мара Шевчевич. В частности, речь идет о законопроектах, которые касаются Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также рынка электроэнергии. Жителям прибрежных районов Новозеландского острова Северное сказали эвакуироваться из-за опасности цунами. Под дном океана произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла. «Весь Северный остров испытал сильное землетрясение рано утром. Жителей северо-востока острова и окрестностей трясло особенно сильно. Возможно, это было самое сильное землетрясение, которое они когда-либо испытывали». Эпицентр залегал на глубине 55 километров в 130 километрах от берега. Жители городка Гисборн, самого большого ближайшего к эпицентру населенного пункта, поспешили перебраться на возвышенности. «Оно было сильное. У меня тряслись кровати, вся комната, всё в комнате начало падать. Я лежала в оцепеневшем состоянии и просто думала, что вот сейчас оно прекратится. Но оно всё продолжалось и продолжалось». «Снаружи было много шума, у машин включились сигнализации, и мы начали готовиться». Впрочем, всё обошлось. Несколько часов спустя предупреждение об опасности цунами отозвали. При этом власти по-прежнему просят людей воздержаться от посещения береговой линии. Регион продолжают сотрясать авторшоки.